Уважаемые зрители и читатели информационного агентства Хакасия, сегодня у нас в гостях заместитель главы республики Хакасия Владислав Эдвардович Менгела. Здравствуйте. Здравствуйте. Владислав Эдвардович, вы недавно вернулись из командировки на Донбасс. Вы доставили гуманитарный груз, вы пообщались с нашими ребятами, с бойцами. Расскажите об этой поездке. Какую помощь Хакасия оказывает новым территориям? Ну да, действительно, буквально прошлую неделю я был служен на командировке Луганской народной республики, вот если так вот уточнить, где расположены наши представительства республики Хакасия. Там работает Сергей Владимирович Комаров. И через эту схему мы доставляем гуманитарный груз нашим бойцам, ну и оказываем помощь региону, в частности Свердловскому району Луганской народной республики по развитию их инфраструктуры. Собирали гуманитарный груз, это целая фура, там 15 тонн была. Груз собирали как отдельные жители республики Хакасии, так и организации. Там их очень-очень много. Поэтому заходить в перечисление кого-то, вот, наверное, я думаю, не имеет смысла. Просто еще раз хочу сказать всем спасибо за эту работу. Она очень важна, нужна нашим бойцам. Я видел отношения ребят, которые приезжали и забирали этот груз. Им это очень приятно, очень нужно. И все, что мы везем, это, ну вот, конкретная адресная помощь, конкретные предметы, которые ребята заказывают, они на самом деле очень нужны нашим ребятам на передовой. Хакасия же ведь еще оказывает строительную помощь, восстанавливает инфраструктуру новых территорий, школы, ремонтирует крыши, меняет знаки дорожные. Мы обо всем этом пишем. Вот, может быть, пару слов об этой работе. Да, несомненно, эта работа проводится в городе Свердловске. Я встречался с главой города. Он благодарит республику за ту помощь и поддержку, которую мы оказываем. Там работает наша строительная бригада. Восстанавливаем мы школы, ремонтируем школы. Был на седьмой школе, встречался с директором. Те обязательства, которые мы на себя приняли, к первому сентября мы их все выполним. И там действительно будет проведен хороший ремонт. Ребята первого сентября пойдут в школу уже с новым ремонтом. Спасибо вам за эту работу. В правительстве вы курируете ряд важных направлений. Давайте немного поговорим о них. Благодаря позиции правительства Хакасии для региона установлен самый низкий предельный индекс роста тарифов на коммуналку. Это 4%. Поднялись тарифы с 1 июля только на электроснабжение. Довольны ли вы результатом проведенной работы? Ну, конечно, да. Можно сказать, что довольны. Вообще, как бы, это позиция главы республики, которая была до населения доведена. Это выборная, скажем так, позиция главы республики. И, соответственно, и правительство выдерживает те обещания, которые на себя брало. И на самом деле, несмотря на все сложности, мы сохраняем такие тарифы в республике. Эта работа, наверняка, будет продолжена. По возможности. Конечно. Ну, там же есть в любом случае федеральные нормативы, которые мы должны выдерживать. Максимальная ставка, максимальная ставка. Вот, как бы, в минимальных, скажем так, параметрах мы решения и принимаем на сегодняшний день. На вас и дорожная сфера. Сейчас самый разгар дорожных ремонтных работ. Расскажите, какие объекты сейчас самые ключевые? Ну, вот, смотрите. В общем, да, на этот год на дороге мы заложили порядка четырех, там, с небольшим миллиардов рублей. И муниципалитеты у нас миллиард двести должны в этом году на дороге освоить. Это, с одной стороны, большие цифры, да, но дорожная отрасль, она на самом деле такая капиталоемкая. Из тех планов, которые на сегодняшний день есть, ну, фактически все мы реализуем в этом году. Там на слуху у нас объездная дорога Белый Яр. Буквально вчера я на объекте проводил выездное совещание. Подрядчик обещал нам дорогу сделать в установленные сроки. Объездная дорога через Рассвет и Калинина. Там тоже мы знаем, что есть определенные вещи, связанные с водопроводом в Черногорск, подачей холодной воды. Конечно же, здесь нужно учитывать, скажем так, интересы в целом комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Читатели знают, какие там проблемы, и мы, прежде чем, скажем так, окончательно принять решение по строительству дороги, должны вот те вот нюансы с безопасностью водоснабжения Черногорска, конечно, решить. И сегодня мы как раз этими вопросами и занимаемся. А как же при экспертизе не учли вообще устройство коллекторов на этом участке? Это очень долгая история. Хорошо, что мы сейчас этими вещами занимаемся сейчас и делаем укрепление этого водопровода. Лучше мы сейчас вот это сделаем в плановом порядке, чем потом, не дай бог бы, этим занимались, когда бы что-то у нас продавилось или прорвалось. Я думаю, что это вообще хорошо, что мы сейчас на эти вещи обратили внимание. Главное, что Хакаси не отказывается, в принципе, от этого проекта. Нет, проект будет реализован как бы однозначно, вот просто однозначно, но мы должны решить вопросы безопасности водоснабжения целого города. Есть ли вам что-то еще добавить, сказать по другим направлениям вашей работы? Ну, на самом деле, работа интересная, объемная для меня, новая. Несмотря на то, что большой блок моих обязанностей связан с взаимодействием с правоохранительными органами, с органами безопасности, с Министерством обороны, вопросы дорожного хозяйства, тарифов, комитет по цифровизации также в моем ведении находится. Работа интересная, я готов работать на благо жителей республики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова